Всем привет! Элвис Пресли. Кто не знает эту фамилию и это имя? Точнее, наоборот, это имя и эту фамилию. Знают все, но толком уже молодое поколение не очень-то хорошо знакомы с музыкой этого парня. Хотя парень этот является, конечно же, отцом рок-н-ролла и в какой-то степени отцом всей современной рок-музыки. Я не знаю ни одного музыканта, который плохо отзывался бы об Элвисе Пресли, хотя знакомство с ним для тех, кто вообще никогда не слышал этой музыки или слышал что-то там фрагментарные какие-то баллады. Можно начать с двух пластинок, на мой взгляд. Знакомство вообще с биографией Элвиса Пресли. Это вот такая книжка, есть Петра Гуральника. В ней 999 страниц. Здесь практически все про Пресли очень много. Подробно все его концерты. У него бесчисленное количество концертов было. Я не знаю, сколько кто-то, наверное, считал, какие-то дотошные биографы. Ну, Гуральник в том числе. Можно взять вот этот том замечательный. И на каждой странице здесь будет концерт. А то и два, а то и пять. Ну, за исключением первых нескольких страниц, где совсем про маленького Элвиса идет речь. Про его достаточно трудное детство. Ну, относительно, конечно, трудное, но не богатое, не роскошное. Довольно сложное. Папа имел большие проблемы с законом. Сидел в тюрьме даже. Как семья переезжала с места на место, обосновалась в Мемфисе и жила на границе белого и черного районов. А Элвис любил музыку и слушал и белую музыку, и черную музыку, которая звучала на другой стороне улицы практически. Можно было перейти дорогу и услышать там черных музыкантов. И из этого появилось чудо. Настоящее чудо. Потому что до Элвиса никто не совмещал, не сливал воедино манеру пения белых артистов и манеру пения черных артистов. Так и появился белый рок-н-ролл. То есть та рок-музыка, которую мы слушаем, которую мы все любим, по которой сходим с ума, как некоторые присутствующие, разумеется, исключаются. Но, тем не менее, вот такой замечательный парень. Довольно сложная, на самом деле, фигура. Потому что, с одной стороны, удивительный артист с потрясающим голосом. Лучший голос рок-н-ролла, наверное, тут спорить бессмысленно. Достаточно послушать его записи. А пластинок у него огромное количество. Я их не собираю. Я знаю маньяков, которые собирают пластинки Элвиса Пресли. Это все мои шкафы. Я как-нибудь сниму на видео, покажу свои шкафы. Свои там вот эти все полки, шкафчики, тумбочки. И забитые винилом. Так вот, эти все шкафы, шкафчики, тумбочки и полочки у маньяков Элвиса забиты только пластинками Элвиса Пресли. Их невероятное количество. Самых разных. С одной стороны, удивительный голос. Тонкий, точный. С блестящим интонированием. С огромным вкусом. А с другой стороны, это эталон просто антивкуса, на мой взгляд. Чудовищные костюмы, полная безвкусица во всем. Розовые кадиллаки, вот эти вот золотые цепи, какие-то расшитые рубахи, невероятные клиши. То есть это просто удар в мозг всем респектабельным людям, всей респектабельной публике. А при этом вся эта респектабельная публика ходила на концерты Элвиса, получала невероятное удовольствие, аплодировала, обожала его и боготворила. Вот так бывает. Совпали две таких крайности. Полное какое-то полное попугайство с одной стороны, а с другой стороны прекрасный голос, тончайшее исполнение лирических песен. Я не говорю о рок-н-ролле сейчас, а у Элвиса же огромное количество музыки традиционной, американской, эстрадной, какой хотите, но не рок-н-ролльной. И вот это все совмещалось как-то удивительно. Значит, искусство сильнее, чем мода, чем вот это все внешнее наше. То, что внутри и то, что выливается в виде музыки из нас, из всех, между прочим, это гораздо сильнее и говорит о людях, о содержании, о внутреннем содержании гораздо больше, чем то, что на нас надето. Ну, для тех, кто вообще не знаком с музыкой Элвиса Пресли, но хочет познакомиться, я рекомендую начать знакомство с звук пластинок. Это первый альбом классический, который вышел в 1956 году. И вот эта пластинка 1973 года, которая называется «Aloha from Hawaii via Satellite». Привет, Загаваев, 14 января 1973 года. Ну, об этом альбоме можно говорить и нужно говорить отдельно, потому что это действительно первая большая пластинка рок-н-ролла. Пластинку выпускать не хотели. Ну, про это, кстати, очень много вот здесь написано. Подробно, как и что происходило, я могу сказать только несколько слов, как вступительных таких вот для знакомства. Потому что пластинку выпускать не хотели звукозаписывающие компании, а точнее RCA компания. Потому что зачем, спрашивали им, выпускать большой альбом этого рок-н-ролльного певца, синглы которого продаются и так очень хорошо. Он звучит на радио, без конца ездит по концертам. На кой черт еще и альбом, когда достаточно синглов. Записал песню, раз ее отшлепали, сингл вышел, тут же в продажу, тут же разметается с диким свистом просто. И подростки покупают, и мальчики, девочки, юноши, девушки, мужчины, женщины, старики, старушки. Элвис был для всех. Он писал музыку для всех. Он невероятно любил петь. Он просто торчал на том, что он поет. Ему ничего было особо не нужно. Ну, деньги были, конечно, нужны, но первые большие деньги, которые он заработал, он потратил на автомобиль для своих родителей. Обожал свою маму и все для нее делал. Был очень законопослушным, был очень набожным, был очень хорошим сыном. Абсолютно примерный американский парень. Но при этом выделывал такие чудеса на сцене, так себя развязно вел, что многим это не нравилось. Вы видели, наверное, на видео его танцы, его ломаные движения, его манеру, его подачу, не характерную для белых артистов совершенно. Вспомните Фрэнка Синатору, как он подавал себя. Я люблю очень, кстати говоря, его музыку, его пение. Но Элвис это совершенно другое. Это безумие какое-то, ворвавшееся на сцену. Ну и первая пластинка, тем не менее, была записана за две смены. С большим трудом, очень тяжело, потому что Элвис был перфекционист. Он все время следил за тем, что и как играется. Скотти Мур, прекрасный гитарист здесь, работал с ним. Скотти Мур работал с ним не очень много лет, с 1956 года. В 1966 начались проблемы. Скотти вместе с басистом хотел уволиться от Элвиса, но не уволился. И только в 1968, по-моему, в 1969 году они расстались. Скотти Мур ушел. Ну, вопрос денег, наверное, там стоял в первую очередь. Ну, здесь на этой пластинке есть все. Все показательные номера Элвиса. Для начала, для первого знакомства и Heartbreak Hotel, и Blue Sweat Shoes, Tootie Fruity, Blue Moon, Money Honey, My Baby Left Me, Shake, Rattle and Roll. И многие другие. При этом есть и баллады, есть и кантри. Очень широкий спектр музыки. Я уже говорил, что Элвис беспрерывно концертировал, не вылезал просто из залов. Сегодня он в Голливуде, завтра он в Нью-Йорке, послезавтра он где-то еще, где-то еще. Такая жизнь. Вся жизнь его была на сцене. Вся его жизнь прошла на сцене. Или в студии, или на сцене, или на съемочной площадке. В общем, человек-рок-н-ролл. Человек-н-ролл. Но не только рок-н-ролл. И вот эта пластинка, которую я очень советую послушать, я уже не говорю о том, чтобы приобрести, а приобрести стоит. Потому что это одна из ключевых записей рок-музыки, вообще современной музыки. Хотя это музыка прошлого века, 1973 год. Но, тем не менее, суть этой музыки, она осталась. И вплоть до хэви-металла, и чего угодно. Все равно, если покопаться, тропинка приведет к Элвису. Так вот, это альбом просто замечательный с любой точки зрения. Потому что здесь, 1973 год, Элвис превратился из такого паренька, который прорвался на большую сцену, с удовольствием поет, с удовольствием ездит с одной площадки на другую. И все легко, здорово и хорошо. А здесь он матерый артист, 1973 год. Это пик его карьеры, 70-х годов. Изумительное музыкальное сопровождение. Два гитариста. Скотт Тимур уволился уже, я напоминаю. Два гитариста, басист, барабанщик, фортепиано. И огромный оркестр. Отличная поддержка бэк-вокалов. И тут Элвис спел все, что только можно на все вкусы. И так здорово все это сделал, что одно сплошное удовольствие. И собран концерт замечательно. Начинается Си Си Райдер, песня. Помните. Это не рок-н-ролл. Это настоящий рок просто. Следующая песня Burn in Love. Песня Элвиса Пресли. Хотя здесь автор указан другой. Но песня эта считается песней Пресли. Burn in Love. Я думал, на что же она похожа. Больше всего она похожа на Криденс. По мелодике, по гармонии. По своей. Но только гораздо шире. Развернуто гармонически и мелодически. Во второй части этой песни. Очень интересная штука. Следующий номер это Something. Джорджа Харрисона. Разумеется. Я просто плохо вижу. И здесь порядок песен выслеживаю. Something. Бетловская песня. Спета, естественно, совершенно по-другому. Спета Пресли. Очень мощно. В отличие от робкого все-таки вокала Харрисона. Достаточно робкого, трепетного, нежного. Здесь вовсю просто развернут голос. Раскрыты связки. Диафрагма. Все. Просто вот все по школе так подано. Но при этом соблюден вкус. Соблюдена манера. Нету такой эстрадности в подаче. Заискивающей. Я эстраду не люблю за то, что она всегда заискивает перед зрителем. А здесь Элвис подает себя. Ему нравится. Он кайфует и поет от души. И вот это слышно. Но при этом голосина ого-го. Не похоже на Битлз. Но песня. Не знаю. Мне, кстати, иногда больше даже нравится эта версия, чем то, что записано у Битлз. You Give Me a Mountain. Хорошая, красивая песня для тех, кто любит хорошие, красивые песни. Steamroller Blues. Настоящий блюз с гитарами, с барабанами. Да, начинается пластинка, кстати, с барабанного такого въезда. Я бы не сказал, что это соло. Но это такое интро барабанное, которое сразу задает просто драйв. И весь концерт на драйве происходит. На бешеном. Даже когда Пресли поет лирические песни, все равно такой плотняк оркестра сзади. Гитары играют, бас, барабаны играют. Просто стена звука. Очень-очень здорово. Очень мощно. Вторая сторона открывается произведением, которое тоже знают все. Песня Пола Анки, которую поет, пел всегда Фрэнк Синатра, My Way. Пресли поет My Way, не похожая на Фрэнка Синатра, со своей черноцой в подаче, с негритянским легким, таким вот флером. Ну, так сначала нежно, сначала тонко, потому что песня-то, в общем, очень личная. И в конце выходит на такую высоту просто. В такие вокальные звезды. В такие облака взлетает его голос. Просто чудо. Love Me. Все хорошо, спокойно. И начинается потом вдруг бац, и Джонни Бигут, Чака Берри. Рок-н-ролл классический, отвязный. Гораздо интереснее для меня лично, чем у Чака Берри. Сделано. Гораздо агрессивнее. It's over. Потом Blues With Shoes. Карла Перкинса. Еще один рок-н-ролл. Еще один забой. I'm so lonely, I couldn't cry. I can't stop loving you. И Hound Dog завершает первую пластинку. Со всей яростью настоящего рок-н-ролльщика. Показывает, что такое рок-н-ролл и как можно его исполнять. Учитесь, парни, как это делается. Вторая пластинка более лирическая. Вся такая красивая. Но хотел сказать для женщин. Но после первой пластинки, когда идет такой завод, такой плотный звук оркестра, такой драйв. Как-то въезжаешь дальше в эти песни. И лирика Пресли очень хорошо воспринимается. Очень естественно, как такая, немножко перепередохнуть. What Now My Love. Классическая песня, очень известная. What Now My Love. Но я не конкурент. Fever. Во время исполнения которой Пресли смеется. Потому что слушать эту песню уже невозможно. Она заезжена, да. Безумие. Welcome to my world. Очень красивая штука. И Suspicious Mind. Minds, простите. Развернутая пьеса. Назвал бы это арт-роком. Но это не арт-рок. Это просто очень красивая, хорошая песня. И на второй стороне есть Medley, Long Tall Sally, A Lotta Shaking Going On. Американская трилогия. Поэма. Просто музыкальная. Изумительная. Big Hunk of Love. Can't Help Falling in Love. В конце. Удивительной красоты. Просто полотно. Чистая красота. Чистое искусство. Вот по-другому и не скажешь. Ни тебе политики. Ни тебе протеста. Ничего вот этого земного. И в общем-то мелкого. Ненужного и отягощающего. Главное. Ничего нет. Чистое искусство. Чистый драйв. Огромная энергия. Прекрасная подача. Я пошел пить. До новых встреч.